Любовь огненная Арибелла Книга вторая Сокровище Сиальских островов Читает Лана Лето Глава первая Пленница его светлости Три самых долгих дня в моей жизни Я просидела в заперти Благо находилась в своих покоях Где анфилада комнат позволяла Не чувствовать себя узницей четырех стен Видимо, сестру герцога, Татью Все же поселили в другом крыле Что теперь даже казалось логичным решением Ведь мои приемные родители Граф и графиня Эридит Оказались живее всех живых А герцог Рейнар Арри Граф По каким-то неизвестным мне причинам Нуждался во мне, как в супруге Правда, создавалось впечатление Что причин как таковых не имелось вовсе Я предполагала, что он просто оскорбился Когда мои родители отказали ему Выслушав предложение руки и сердца И решил отомстить нам Чтобы потешить собственное уязвленное самолюбие Иных личных причин Для захвата им нашего островного графства Я просто не видела Однако личные интересы, как оказалось Можно было не рассматривать вовсе Приказ захватить остров По словам одной из служанок герцога Был отдан императором Приальской империи Сейчас эти земли фактически Принадлежали именно ему И тем не менее Этот факт не отменял Прямой заинтересованности герцога Собственно, с его первого визита В наш дом все и началось Тогда мы с ним встретились впервые Встретились в холле совершенно случайно Я, несмотря на просьбы служанки Никуда из своих комнат не выходить Все же выбежала на главную лестницу Где едва не столкнулась с герцогом Тогда я еще не знала Что передо мной предстал Рейнар Арриграф Правила этикета не позволяли нам Не то что познакомиться Без участия кого-то третьего А даже заговорить Но он нарушил эти правила Что вынудило меня буквально скрыться Бегством от ужаса и растерянности Это потом уже Подслушав беседу приемных родителей Я узнала, кто приходил к нам в дом Несчастные, чьи земли он захватил По приказу императора Приалии Называли его безжалостным убийцей Зверем в человеческом обличье Он сметал все на своем пути Завладевал чужими территориями В пользу своего правителя Занимал их даже не за день За несколько часов Нападая словно ураган Шторм Люди боялись одного его имени Он снился им в кошмарах Он и был их кошмаром День, когда он вместе со своей гвардией Пришел в наше графство Как захватчик Сегодня я помнила уже смутно Я примеряла новое платье В то время, пока весь особняк Готовился к празднеству Годовщине свадьбы графа и графини Но вместо блистания на балу Я была вынуждена бросить Моих приемных родителей И податься в бега вместе со своей служанкой Однако и ее мне пришлось оставить Пэдди угодила в капкан Одну из ловушек лабиринта Подземных тоннелей Через которые мы бежали Все то время, пока вновь не вернулась домой Я считала женщину также погибшей Слава древним, сейчас она пребывала В добром здравии и расположении духа Только ко мне в комнаты ее не пускали Как и моих приемных родителей Как и Татио Младшую сестру герцога И возлюбленную человека Который стал моей первой любовью И безжалостно разбил мне сердце Тем и разбил, что любил другою А мои чувства отверг Хотя поначалу очень даже принимал С ним, с Арсом Айверсом Капитаном пиратского корабля Под названием «Морской дьявол» Мы встретились во все тот же знаменательный день Скрываясь от гвардии герцога Я попала в таверну на окраине рыбацкого района Но расплатиться за свой заказ Который даже есть не собиралась Не смогла Мы кошель украли где-то по дороге Что и привело к знакомству с мужчиной А потом весть о том, что графство захвачено Докатилось и до берега Во всеобщей панике я растерялась настолько Что не знала, куда бежать Тут-то Арс меня и спас Едва ли не волоком притащив к своему кораблю По которому так сразу даже видно не было Что он пиратский Только загвоздка заключалась в том, что на пиратский корабль Я ступила вынужденно Да еще и притворившись парнем Так было куда безопаснее Но притворяться пришлось недолго Выяснив, что я девушка, благородный капитан Не выгнал меня, а предоставил работу, кров и защиту На его корабле я научилась драться коротким мечом Готовить, мыть полы и посуду А также обходиться минимальными удобствами На его корабле я впервые влюбилась И там же мне разбили сердце Не специально, нет Иногда я думала, что если бы мы не вернулись в графство Чтобы продать часть найденного клада То он бы никогда не узнал, что его любимая жива И мы были бы счастливы И я бы так и оставалась в неведении Что мои приемные родители не погибли при захвате Так что ни один из вариантов не являлся удачным Однако в истории не бывает сослагательного наклонения Морской дьявол явился в главный и единственный порт островного графства Арс узнал о том, что любовь всей его жизни жива А я попала в лапы зверя, от которого убегала Правда, потом я так жирьяно пыталась его убить Сначала во снах, куда он приходил, будучи ходящим по снам А потом и наяву, на балу, который организовали специально с целью приманить меня и поймать И я прилетела, как бабочка на свет Для того, чтобы навсегда лишиться крыльев Все это время герцог Рейнар Арриграф умело манипулировал мною Управлял моей ненавистью Направлял мою злость и всячески подталкивал к возвращению Это из-за его магических внушений я потеряла голову от раздирающих меня чувств Я связалась с тем, кто смог легко меня переиграть С опасным противником Я связалась с тем, кто сделал меня пленницей в моем же доме Причины, причины, причины Все три дня я ломала голову, пытаясь понять, зачем понадобилась герцогу В любовь ни с первого, ни даже со второго взгляда я не верила абсолютно Такие, как он, в любовных романах никогда не теряли голову Никогда не позволяли себе влюбляться Как-то Арс предположил, что все дело было в моем даре Который и даром-то нельзя было назвать Но откуда герцог про него прознал? О том, что я владела уникальной силой Могла вытягивать любые магические чары и бесследно растворять их Приемные родители не рассказывали даже самым близким друзьям Я скрывала свои умения, сколько себя помнила А значит, дело было в чем-то другом Ну в чем? Не в цвете же моих волос Правда, сейчас они не были красными, цвета закатного неба Рози, крылатая морская свинка, с которой я также познакомилась в плавании и подружилась Изменила их при помощи чар специально для бала Сделав на порядок темней, чтобы герцог меня не узнал Но он узнал Мне кажется, даже измени я внешность, он все равно бы узнал меня То, как он на меня смотрел Кожа покрывалась мурашками от одного его внимательного взгляда А сердце пропускало удар за ударом, грозясь и вовсе перестать биться И отнюдь не от его красоты Рейнар Арриграф обладал еще более незаурядной внешностью, чем я Серые радужки его глаз на расстоянии казались расплавленным серебром Серые, будто выцветшие волосы при разном освещении то походили на седые, прибавляя ему годы То символично становились цветом пепла Я видела только один его шрам Тонкую белую полоску над правой бровью Но была уверена, что за годы завоевания их накопилось немало Военная выправка Высокий рост, широкие плечи и взгляд, который мог приговорить к смерти Одним единственным взмахом темных ресниц этот мужчина корал и миловал Такой статью девушки любовались на балах, украдкой прикрываясь веерами О таких мужчинах мечтали, читая любовные романы, которые потом прятали от родителей и слуг Им позволяли сорвать первый поцелуй в укромных уголках и закоулках коридоров и галереи, пока шли празднества Но я-то никаких разрешений не давала У Рейнара Арриграфа были упрямые, слегка полноватые губы Да только этот факт я искренне предпочитала забыть Другое дело Арс Его внешность была полной противоположностью герцогу Нет, капитан пиратского корабля тоже был великолепно сложен Статус обязывал Он был ловок, сноровист, высок и широкоплеч Он казался мне идеалом С его темными короткими волосами и карими глазами, что становились почти черными, когда он смотрел на меня Больше он на меня так не посмотрит никогда Так он будет смотреть на Татию Милую, красивую девушку, едва ли старше меня Длинные волосы цвета пепла и серебро в больших глазах Она отличалась бледностью и болезненной худобой Излишней нежностью во взгляде и приятной улыбкой Которая должна была бы меня раздражать Но злиться на сестру герцога не получалось даже засодеянное ее родственникам Легкая, воздушная, невесомая В ней едва теплилась жизнь Я видела таких дам на балах Бесконечными диетами для похудения они изводили себя до голодных обмороков А потом попадали либо к врачевателям, либо к магам Если первые были уже бессильны Если бы магов не существовало в природе Лишившие себя так необходимого каждому живому организму питания Дамы просто перестали бы существовать, пополнив свои семейные склепы Красота не стоит жизни На их примерах я выучила это на зубок Потому и питалась отлично, съедала все, что мне приносили При том, что кормили меня не иначе, как на убой Видимо, чтобы растолстела и точно не сбежала Покинув особняк на целых три дня, герцог дал всего несколько распоряжений, касаемо меня Кормить, не выпускать и следить Вот новая служанка и выполняла их неукоснительно Особенно, что касалось слежки Бейка не принадлежала нашему дому, так что повлиять на нее я никак не могла Пришлось смириться с тем, что женщина составляла мне компанию Куда бы я ни пошла Она была со мной в купальне, сидела в спальне Сопровождала в гостиную, гардеробную и кабинет Никакие мои слова не могли ее остановить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова